Всем привет! Меня зовут Вероника и сегодня для вас я подготовила вот такие вот красивые слитки. Вяжутся они очень просто, а выглядят очень красиво. Данные слитки я вязала из пряжи Alizella на Gold Classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. Состав 51% акрила и 49% шерсти. Вязала спицами 3,5 мм. Прежде чем приступить к вязанию, давайте разберемся с принципом вывязывания вот такой вот модельки слитков. Так как вот эта вот заготовочка для каждого будет индивидуальная по размерам. Я свои слитки вяжу на размер ножки 37-38. Я сбоку оставлю таблицу, где для каждого размера ноги соответствует длина стопы в сантиметрах. Для 37 размера соответствует длина стопы 23,5 см. Для 38 размера 24,5 см. Я возьму среднее значение 24 см. И получается ширина моего полотна должна быть как раз таки 24 см. Это получается длина вашей стопы. Ширина данной полосы должна быть у всех одинаковая. Примерно от 9 до 11 см. У меня она составляет 10 см. Далее мы с вами должны вывязать вот эту вот часть слитка. Ширина 10 см. Такое же количество сантиметров, сколько составляет высота данной заготовки. А именно длина 24 см. Получается, одна и вторая величина должны быть равны. Смотрите, для правой и левой ножки заготовки будут отличаться. Получается, для одной ноги вот таким вот образом будет выглядеть данная заготовка. Для второй ноги вот таким вот образом. Получается, у меня сейчас вывязана вот эта вот заготовочка. Вот она. Если ваш следок вы вяжете на левую ножку, так как я вязала, тогда получается, часть петель вы закрываете, а остальную часть петель вы будете провязывать поворотными рядами. Данная часть у меня состоит из 16 петель. Если вы вяжете ваш следок на правую ножку, тогда вы провязываете, в моем случае, данные 16 петель, а остальные все петли закрываете. В данном месте вы обрываете нить и с изнаночной стороны присоединяете нить вот в это место и продолжаете вывязывать данную заготовку. Обязательно обратите внимание, что заготовочки для правой и левой ножки вяжутся по-разному. Как нам узнать, сколько нам нужно петель набрать в самом-самом начале? Для того, чтобы мне получить в самом начале ширину моего полотна 24 сантиметра, я набирала 38 петель. И для этого нам нужно связать образец платочными дорожками и измерить плотность нашего вязания. То есть, сколько петель у нас располагается в одном сантиметре. Далее плотность вашего вязания умножим на количество сантиметров, то, которое вы должны будете получить. Я буду умножать на 24 сантиметра. И мы узнаем, сколько петель мы должны набрать в самом начале нашего вязания, для того, чтобы получить необходимые нам сантиметры. Далее на вот эту вот часть, для того, чтобы получить 10 сантиметров шириной, я отдавала 16 петель. Но вы лучше ориентируйтесь по своей заготовочке. Измерьте, сколько вам нужно петель отдать на вот эту вот часть, для того, чтобы она у вас шириной получилась в 10 сантиметров. А в данных следках идет два шва. Но швы очень аккуратные и никакого дискомфорта вашей ноге они не принесут. Первый шов идет по задней части следка. И второй шов идет по подошве. Данный шов совершенно никаких выпуклостей нигде не имеет, как с лицевой, так и с изнаночной стороны. По ходу видео, когда мы с вами будем сшивать, я вам продемонстрирую, как данный шов смотрится с изнаночной стороны. И после того, когда мы сошьем полностью все слитки, обязательно мы будем делать обвязку. Обвязка служит как для красоты, так и для удобства. Чтобы слитки с ноги не спадали. И вот так вот все красиво, аккуратно у вас смотрелось. Так что обязательно в самом конце делаем обвязку крючком. Обвязка делается очень легко, справятся с ней даже начинающие. На спицу я набрала 38 петель. Но вы набираете то количество петель, которое вы рассчитали для того, чтобы получить необходимое количество сантиметров в ширину ваше полотно. Первая кромочная петля на протяжении всего вязания будет сниматься не провязывая. И далее все петли мы будем провязывать лицевыми. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания будет провязываться изнаночной петлей. Первый ряд мы с вами провязывали по изнаночной стороне. Переворачиваем наше вязание на лицевую сторону. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. И далее все петли я буду провязывать лицевыми. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Так же, как и в прошлом ряду. Получается, как в лицевых рядах, так и в изнаночных мы провязываем все петли лицевыми. Смотрите, у нас по лицевой стороне образовалась вот такая вот одна платочная дорожка. Далее я буду провязывать самостоятельно до того, пока у меня в моем полотне не получится 6 вот таких вот платочных дорожек. Вместе с этой первой. Следующий ряд у нас идет по изнаночной стороне. Встретимся, когда у вас в полотне будет располагаться 6 платочных дорожек. Я провязала самостоятельно 9 рядов. И сейчас у меня в полотне располагается 6 платочных дорожек. В сантиметрах высота моего полотна 4 сантиметра. Ширина 24 сантиметра. Как мне нужно получить для моего размера ножки. И далее мы будем вывязывать вот такой вот узор. Здесь располагается полтора раппорта. И будем добавлять нить второго цвета. Изначально мы с вами провяжем 2 установочных ряда. Первый ряд. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. И далее все петли я провязываю лицевыми. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания провязывается изнаночной петлей. Довязывая моря до конца самостоятельно, провязывая все петли лицевыми. Второй ряд по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая и далее все петли мы провязываем изнаночными. Последняя кромочная петля также провязывается изнаночной петлей. После того, когда мы с вами провязали 2 установочных ряда ниточкой первого нашего цвета, сейчас будем присоединять нить второго цвета и провязывать основной раппорт узора. Прикладываю нить фиолетового цвета, кончик я не закрепляю, просто потом его спрячем по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я провязываю лицевой, так как у меня меняется цвет рабочей нити. И далее все петли я провязываю лицевыми. Довязываем первый ряд все петли лицевыми до самого конца. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной петлей. И по изнаночной стороне ниточкой также фиолетового цвета мы провяжем все петли изнаночными. Встретимся, когда провяжем именно ниткой фиолетового цвета один лицевой и второй изнаночный ряд. Два ряда фиолетовой нитью я провязала. Приступаем к третьему ряду. Именно третий ряд мы будем провязывать ниточкой светлого цвета. Берем вот с этого края нить светлого цвета. Первую кромочную петлю я провязываю лицевой, так как у меня меняется цвет рабочей нити. Фиолетовую рабочую нить мы не обрезаем. Далее следующую петлю я спускаю со спицы. И распускаю две фиолетовые петли до светлой. Теперь подхватываю две фиолетовые дужки петель и набрасываю все три петли на левую спицу. Получается две фиолетовые и одна светлая. Данные все три петли мы провязываем одной лицевой. Следующую петлю просто провязываем лицевой. Данные две петли составляют раппорт узора в ширину. Обратно спускаем петлю со спицы и распускаем два ряда до светлой нити. Подхватываю три дужки петли, получается две темные и одна светлая. Набрасываю на левую спицу и провязываю данные три петли одной лицевой. Следующую петлю провязываю лицевой. Вот таким вот образом у нас будет провязываться третий ряд раппорта узора. Обратно спускаю петлю со спицы, распускаю два фиолетовых ряда до светлой нити. Подхватываю две фиолетовые нити и одну светлую. Набрасываю на левую спицу и провязываю три петли одной лицевой. Следующую петлю обычной лицевой провязываю. Спускаю петлю с левой спицы, распускаю два ряда до светлой нити. Подхватываю правой спице все три петли, получается две фиолетовые и одну светлую. Набрасываю на левую спицу и провязываем все данные три петли одной лицевой. Далее просто одна лицевая. И таким вот образом мы будем провязывать весь наш ряд, чередуя данные две петли. Довязываем таким вот образом до конца самостоятельно весь ряд. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной петлей. Третий полностью ряд я вывязала, переворачиваем вязание на изнаночную сторону и приступаем к четвертому ряду. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая и далее все петли мы провязываем изнаночными. Последняя кромочная петля провязывается также изнаночной петлей. Довязываем все петли изнаночными до конца ряда. Следующие два ряда пятый ряд по лицевой стороне и шестой ряд мы провязываем самостоятельно ниточкой фиолетового цвета. Получается пятый весь ряд мы провязываем лицевыми петлями. Первая кромочная петля провязывается лицевой, так как у меня меняется цвет рабочей нити. И шестой ряд по изнаночной стороне также ниточкой фиолетового цвета мы провяжем все петли изнаночными. Седьмой и восьмой ряд мы будем провязывать ниткой светлого цвета. Только в седьмом ряду мне надо расположить вот эти вот шишечки в шахматном порядке. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у меня меняется цвет рабочей нити. И далее я провязываю раппорт узора. Одна лицевая петля. Следующую петлю я спускаю со спицы. Распускаю два фиолетовых ряда до светлой нити. Подхватываю три петли. Получается две фиолетовые и одна светлая. Переношу их на левую спицу и провязываю одной лицевой. В следующую петлю обратно обычная лицевая. Спускаю петлю со спицы. Распускаю два ряда. Подхватываю три петли. Переношу на левую спицу и провязываю одной лицевой. Далее обычная лицевая петля. То есть мы делаем так же, как мы с вами провязывали третий ряд. Только располагаем вот эти вот шишечки в шахматном порядке. Спускаю петлю с левой спицы. Распускаю два фиолетовых ряда. Подхватываю три петли. Одна светлая и две фиолетовые. Переношу на левую спицу и провязываю все три петли одной лицевой. Далее обычная лицевая петля. Провязываете далее самостоятельно. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Мы с вами провязали полностью весь седьмой ряд раппорта узора в высоту. Далее восьмой ряд по изнаночной стороне. Мы провязываем так же ниточкой светлого цвета все петли изнаночные. Мы с вами провязали восемь рядов в высоту. Это составляет раппорт узора. Далее мы с вами провяжем еще пол раппорта. Это первых четыре ряда. Так как наша полоса в слитке состоит из полтора раппорта. Поэтому с данного края берем нить фиолетового цвета и провязываем два ряда. Первый ряд по лицевой стороне провязываем все петли лицевыми. Не забываем первая кромочная петля провязывается лицевой, так как меняется цвет рабочей нити. И второй ряд по изнаночной стороне мы будем провязывать все петли изнаночные. Так же ниточкой фиолетового цвета. Встретимся в начале третьего ряда. Два ряда фиолетовым цветом мы с вами вывезли. Далее можно фиолетовую свою нить уже обрезать. Она нам больше не нужна. Все кончики, которые у нас остаются, мы прячем по изнаночной стороне самостоятельно. И оставшиеся два ряда мы будем провязывать именно раппорту нашего узора ниточкой светлого цвета. Первую кромочную петлю, так как меняется цвет рабочей нити, я провязываю лицевой. И далее следующую петлю я спускаю со спицы и распускаю два фиолетовых ряда. Подхватываю светлую петлю и две фиолетовые петли. Набрасываю на левую спицу и провязываю все эти три петли одной лицевой. Следующую петлю я провязываю обычной лицевой петлей. Обратно спускаю петлю со спицы и распускаю два фиолетовых ряда. Провязываю данные три петли одной лицевой. Далее обычная лицевая петля. Обратно спускаю со спицы петлю, распускаю 2 фиолетовых ряда, подхватываю 3 данные петли, набрасываю на левую спицу и провязываю лицевую петлю. Следующую петлю я провязываю обычной лицевой петлей. И таким образом, чередуя данные 2 петли, мы будем провязывать весь третий ряд раппорта узора. Последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной на протяжении всего вязания. Третий ряд я провязала до конца самостоятельно, вот таким вот образом это все выглядит. Четвертый ряд по изнаночной стороне мы провязываем все петли изнаночными. Мы с вами провязали 1,5 раппорта в высоту, вот таким вот образом это у нас все выглядит. Если померить в сантиметрах, мое полотно сейчас в высоту 7,5 см. Если посмотреть на готовом слитке, мы с вами вывязали вот эту вот полосу узора. И далее будем продолжать вывязывать платочные дорожки. То есть все петли, как в лицевом, так и в изнаночном ряду, будут провязываться лицевыми. Здесь у меня провязано 3 платочные дорожки. Это 6 рядов лицевыми петлями. Но вы провязываете столько платочных дорожек, чтобы высота вашего полотна получилась 10 см. Как в лицевом, так и в изнаночном ряду будут петли провязываться все лицевыми. Я провязала самостоятельно, как вы видите, 3 платочные дорожки. Это 6 рядов лицевыми петлями. В сантиметрах моя заготовочка в высоту составляет 10 см. Ширина 24 см. И далее мне нужно закрыть часть петель. Смотрите, правая и левая заготовка для слитка, они у нас отличаются. По сути, наша заготовочка имеет вот такую вот форму. В первом случае, который я уже вывязала, я провязала вот такую вот заготовку. То есть, изначально я провязывала 16 петель, все остальные петли я закрывала. Далее нить обрезала и с изнаночной стороны вот в этом месте прикрепляла нить и вывязывала дальнейшее наше полотно. Сейчас мы с вами будем вывязывать вот такую вот заготовочку для правой ножки. Получается, изначально мы с вами закроем часть петель, а все остальные петли будем вывязывать далее поворотными рядами. Обязательно, чтобы правая и левая заготовка для слитка у вас отличались. Это для того, чтобы вот эта вот полоса у вас смотрела в одном и во втором слитке вовнутрь и располагалась снаружи слитка. Вот эта вот часть, которую мы будем вывязывать далее поворотными рядами, она у меня в ширину должна составлять 10 сантиметров. Для того, чтобы получить не 10 сантиметров, мне потребуется вывязывать 16 петель. Вы можете измерить по вашей заготовочке, сколько вам петель нужно оставить открытыми. Все остальные петли я закрываю. Получается, первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, следующую петлю я провязываю лицевой. И теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Вот таким вот образом мы будем с вами закрывать все петли. Петлю провязываю лицевой и теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Петлю провязываю лицевой и теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Край вот этот вот делайте эластичным, чтобы ничего не стягивало ваше полотно. Таким образом закрываю я все петли, пока у меня на спице не останется 16 петель. Я закрыла петли до того, пока у меня на спице не осталось 16 петель. И данные 16 петель мы будем вывязывать далее. Получается, первая петля у нас будет идти кромочной. Далее провязываю все петли лицевыми. Последняя петля провязывается изнаночной, так как она у нас является кромочной. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. И далее все петли я провязываю лицевыми с левой спицы. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. И таким образом мы будем провязывать вот эти вот петли на спице. Получается, как в лицевом, так и в изнаночном ряду у нас будут провязываться все петли лицевыми. До того, пока высоту моя заготовочка не получится 24 сантиметра. У вас вот эта вот часть в высоту должна получиться столько сантиметров, сколько ширина вашего полотна. Я вывязала 48 рядов вот в этой части. Если померить в сантиметрах, это у меня получается 24 сантиметра. Ширина 10 сантиметров. И после того, как наша заготовочка готова для следка, мы закрываем все петли на спице. Первая кромочная петля снимается не провязывая, следующую петлю я провяжу лицевой. И теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Таким образом мы с вами будем закрывать все петли. Петлю провязываю лицевой. и теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Петлю провязываю лицевой, и теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Закрывайте далее петли все самостоятельно, до того момента, пока у вас на спице не останется одна открытая вот такая петля. Край делайте эластичным. Далее рабочую нить мы обрезаем, только обрезаем подлиннее, чтобы этой нитью сшить два наших шива-слитка. Продеваем в открытую петлю и затягиваем. Сшивать данную заготовку мы будем по лицевой стороне. Складываем вот таким вот образом. Нашу заготовочку, рабочая нить, располагается вот в этом месте. Я уже вдела в иглу нить, и сейчас сквозь кромочные петли мы перенесем рабочую нашу нить вот сюда. Сквозь все кромочные петли вот таким вот образом я переношу свою рабочую нить вот в этот кончик. Хорошенько разровняем данный край, чтобы ничего не стягивало наш следок. Затем складываем нашу заготовочку, лицевая сторона снаружи, изнанка, внутрь. Вот таким вот образом мы сейчас сошьем задний шов. Изначально я ввожу свою иголочку в противоположную сторону за две дужки кромочной петли и соединяю данные два края. И затем смотрите, каким образом мы будем сшивать данный шов. Ввожу свою иголочку за кромочную с изнанки на лицо, то есть снизу вверх с одной стороны. И таким же образом со второй стороны. За две дужки кромочной петли с изнанки на лицо, снизу вверх. С одной стороны. И таким же образом со второй стороны. С одной стороны. И со второй стороны. Только обязательно смотрите, чтобы данный шов сшивался равномерно. Сшиваем далее полностью весь шов. До того, пока у меня в самом конце не останется примерно по три петли. Чтобы пяточка не получалась сильно острая, мы эти петли между собой просто стянем. Вот таким вот образом данный шов выглядит с лицевой стороны. Вот так вот с изнанки. И в конце, когда у нас осталось примерно по три кромочные петли с каждой стороны, мы продеваем нашу иглу сквозь все кромочные петли. Получается с одной стороны и со второй стороны. И просто их стягиваем. Шов разравниваем, чтобы ничего не стягивало нас в следок. Шов подошвы мы будем сшивать таким же образом. Ввожу иголочку за две дужки кромочной петли с одной стороны. И таким же образом со второй стороны. С одной стороны. И со второй стороны. Сшиваем обязательно данный шов равномерно. Если надо придеть в иглу в петлю два раза, тогда так и делайте. Главное, чтобы вот этот вот шов шел у вас равномерно. Сшиваем вот до вот этой вот части. Вот эту вот часть мы сошьем немножко по-другому. Получается, иголочку вводим снизу вверх, с изнанки на лицо. С одной стороны. И таким же образом с изнанки на лицо, со второй стороны. Встретимся, когда сошьем шов до вот этой его части с узором. Я сшила шов по подошве. Вот таким вот образом он у меня выглядит с лицевой стороны. И вот такая вот у него изнанка. Никаких выпуклостей по данному шову нет. Смотрите, вот эта вот часть мыска, которую мы будем сшивать немножко по-другому, составляет 7 сантиметров. Данный вот этот вот уголочек я буду складывать вот таким вот образом. И прошивать сначала одну сторону, затем другую сторону. Ввожу свою иголочку за две дужки кромочной петли с самого уголочка. Вот таким вот образом. И сейчас мы с вами сошьем сначала одну сторону. Продеваем нашу иглу сквозь кромочные петли. Одной и второй стороны сразу. Вот таким вот образом. Одну часть мы сшили. Теперь выводим сквозь кромочные петли нашу рабочую нить вот в эту серединку. И будем сшивать второй край. Вот располагается наша рабочая нить. И таким же образом мы будем сшивать второй край нашего мысочка. Продеваю свою иголочку сквозь кромочные дужки петель с двух сторон. Затем вот эту вот нить выводим на изнаночную сторону, закрепим по изнанке и обрежем. Если примерить готовую заготовку на манекен ноги, вот таким вот образом она у нас смотрится. Но чтобы следки у вас наверняка не спадали с ноги и край был более фиксированный, сейчас мы с помощью обвязки эти все проблемы решим. И селитки на вашей ноге будут сидеть намного комфортнее и хорошо зафиксированы. С помощью обвязки высота данных следков увеличится примерно еще на полсантиметра. И как мне кажется, с обвязкой смотрятся следки намного лучше. Поэтому сейчас берем крючок примерно 3,5 мм и нить второго нашего цвета. Это у меня фиолетовый цвет. Начинать с обвязки мы будем с задней части следка. Ввожу крючок за 2 дужки кромочной петли, подхватываю рабочую нить и вынимаю петлю на крючок. В следующую кромочную петлю ввожу крючок за 2 дужки, подхватываю рабочую нить. У меня на крючке образовалось 2 петли. И сейчас мы эти 2 петли просто между собой соединим. Вот таким вот образом. У нас получаются столбики без накида. В следующую кромочную петлю ввожу крючок, подхватываю рабочую нить и 2 петли соединяем. В следующую кромочную петлю ввожу крючок, подхватываю рабочую нить и 2 петли соединяем. И таким образом мы полностью по кругу будем обвязывать с нашей слитки. вот таким вот образом у вас должно будет получаться провязываем по кругу полностью все следки до того места где мы с вами начинали я обвязала полностью по кругу весь мой следок дошла до самого начала где мы с вами начинали делать обвязку но в данных следках я буду обвязывать не один круг а два поэтому я сейчас ввожу свой крючок в первую кромочную петлю уже фиолетового цвета подхватываю рабочую нить соединяем две петли следующую кромочную петлю фиолетового цвета ввожу крючок подхватываю рабочую нить и соединяю две петли и таким образом я буду обвязывать еще второй круг встретимся когда мы вывяжем полностью весь круг до вот этого вот места где мы с вами начинали делать обвязку и обвязала по кругу второй раз наш следок у нас получилось обвязки два круга далее мы разровняем если надо ввожу свой крючок первую свою кромочную петлю уже 2 круга подхватываю рабочую нить и продеваю вторую петлю в первую вот таким вот образом обрезаю нить и просто вынимаю далее вот эти вот все кончики прячем по изнаночной стороне самостоятельно вот сейчас мне кажется намного лучше смотрится наш следок и наверняка он не будет спадать с вашей ноги если вам понравился данный мастер-класс поддержите меня лайком если вы не подписаны на мой канал обязательно подпишитесь а мы с вами встретимся в новом видео всем спасибо за просмотр всем пока пока